Дети с особенностями развития, конечно же, требуют намного больше внимания. Их труднее воспитывать, труднее содержать, им требуется больше внимания и ухода, им необходимо медицинское сопровождение. На это все, конечно же, требуются немалые деньги, но не только в деньгах дела. Об этом поговорим сегодня у нас в гостях Ирина Гриднева, руководитель управления предоставления мер социальной поддержки Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Добрый вечер. — Тема очень непростая, и думаю, что работа у вас очень непростая, но без нее никак. Но прежде всего, наверное, насколько большая часть нашего общества сталкивается с этой проблемой? Сколько у нас семей, которые имеют детей инвалидов? На территории городского округа Самара в настоящее время проживает более 190 тысяч детей в возрасте от 0 до 18 лет. Из них 3550 детей — это дети, которым в установленном порядке признаны инвалидами. Может быть, на первый взгляд это небольшая цифра, но если представить себе, что это 3 тысячи, 3,5 тысячи детей, это, понимаете, это огромная цифра для нашего города. — Огромная цифра, учитывая то, что у этих 3 тысяч детей есть, дай бог, мама, папа, бабушки, дедушки, есть, может быть, братья и сестры. То есть достаточно большое количество получается знакомо с этой проблемой и сталкивается с ней ежедневно. Хотя, конечно же, статистика говорит о том, что частенько, когда появляется ребенок-инвалид, не выдерживает папу, уходит из семьи, и маме приходится в одиночку. Да, есть, конечно, такие случаи, но есть и обратные примеры, когда остаются детки с папами, и папы мужественно берут на себя такой нож и воспитывают детей. Есть такие примеры. И получается у них, насколько мне известно, неплохо. — Ну, мне кажется, что вот в такой ситуации самое главное понимать, что ты не один, да, что есть поддержка, есть люди, которые придут на помощь, и с этим, наверное, вот как-то легче жить. Ну, а возвращаясь вот к этим детишкам, какие в основном заболевания, что значит вот особенности развития? — Одна треть от всех этих деток, то есть это 30%, составляют дети с двигательными нарушениями, то есть поражение центральной нервной системы, как правило, это ДЦП. Вот. Ну, вообще, ежегодно у нас устанавливается впервые инвалидность более 400 детям. 60% из них — это детки от нуля до четырех лет. Конечно, это тоже не очень хорошие цифры. Но, но, хотелось бы отметить, что в 2016 году, запросив новые данные с Пенсионного фонда, мы увидели, что пусть на немножко, но количество детей инвалидов у нас снизилось. Пусть это всего 1,7%, но все-таки это стало цифрой меньше, что нас порадовало. — А вы как-то обсуждали вообще, почему такое может быть, какие причины этому? — Ну, я думаю, во-первых, конечно, основную роль здесь играет система здравоохранения, то есть у нас сейчас достаточно высокий уровень. Ну и, конечно же, наш департамент социальной поддержки, который включается во все эти процессы. В администрации всегда, в администрации города всегда большое внимание уделялось проблемам детей инвалидов. Вы знаете, как у нас работа строится не только на уровне структуры администрации, но еще вовлекается сюда общественные организации. И вот результатом такого тесного партнерства администрации и общественных организаций стало принятие программы «Самарам и детям, мы разные, мы равны», которая была впервые утвердена в 2009 году. Когда мы утвердили эту программу, получилось так, что мы узнали, что «Самара» стала первым городом в России, где была утверждена такая программа. Начав реализацию этой программы, мы поняли, что она действительно уникальна, потому что в администрацию города в течение трех лет, первых вот трех лет, поступали постоянные звонки, письма, обращения с благодарностью от жителей нашего города. Наша программа заняла два очень почетных места, две награды. Это дипломы осмотра конкурсов среди не только всероссийских, но еще и среди стран СНГ и Евросоюза. Поэтому очень гордимся, что у нас есть такая программа в «Самаре». И подведя итоги, мы увидели, что социальная активность семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, стала гораздо выше. По результатам трех лет было принято решение и разработан проект уже на пять лет, то есть с 2013 по 2017 годы. Вот сейчас как раз реализуется эта программа. А вы можете сказать, вы вот уже заговорили о том, что в одиночку такую работу действительно государственным органам достаточно сложно вести, и требуется некое такое содружество общественных организаций, волонтеров, может быть, еще кого-то. То есть вот получается, что оно у нас сложилось в «Самаре» такое содружество? Вы знаете, как-то очень сразу все включились в реализацию этих мероприятий. Создалась волонтерская группа, которая нам оказывала огромную помощь. Конечно же, общественные организации непосредственно принимали участие в разработке, в реализации этой программы. Вот. Были задействованы все структуры администрации и даже учреждения. Елена Николаевна, я вот вас перебиваю. Вы говорите об общественных организациях, которые включились в эту работу. Вот интересно, это в основном организации, объединяющие инвалидов или не только? Ну, сначала это были общественные организации именно инвалидов. Но сейчас мы видим, что не только общественные организации инвалидов, но и другие общественные благотворительные фонды включаются в нашу работу. И очень отрадно это отмечается. Допустим, у нас вот не очень давно появилась общественная организация, которая занималась сначала проблемами детей-сирот и многодетными семьями. А теперь активно помогает нам в реализации вот этих наших социальных проектов, именно непосредственно для детей-инвалидов. Ну, это вот говорящие такие факты, что не только те, кто сталкиваются вот в своей жизни с этими проблемами, да хотят помочь, а и просто люди, у которых вроде бы... Ну, вы знаете, я могу привести конкретный пример, не называя, конечно, фамилии, адресов. Есть в Самаре семья с ребенком-инвалидом, у которого тяжелые двигательные нарушения. Семья купила себе квартиру в многоэтажке, и, к сожалению, на тот момент пандус не был установлен в подъезде. И как бы только не обращалась, кому только не обращалась эта семья, никто ей помочь в этом не мог, потому что это требуется, конечно, на большие средства. И при участии уже администрации города, нашего департамента, администрации Октябрьского района, и включилась сюда общественная организация, вот как раз и вместе мы благоустроили этот подъезд и оборудовали его пандусом. Для одного единственного человека получается, правильно? Да, да. Хотя было большое очень противостояние, и жители этого дома возражали. Спрашивали нас, почему только ради одного ребенка вы готовы установить этот пандус? Ну, вот понимаете, как бы вот именно конкретная адресная помощь идет в рамках этой программы. Вот это, наверное, и есть признак цивилизованного общества. Что обязательно дождаться, когда там 30 детей будут жить в этом подъезде, и только тогда оказывать помощь. Если вы только что подключились к нам, хочу напомнить, что сегодня мы говорим о поддержке семьи, имеющих детей инвалидов. И у нас в гостях Ирина Гриднева, руководитель управления предоставления мер социальной поддержки Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара. Ирина Николаевна, вы начали говорить о том, что эксклюзивная такая, я, наверное, не побоюсь этого слова, программа «Мы разные, мы равные» реализуется у нас в Самаре. Ну, наверное, хотелось бы все-таки поговорить о ней поподробнее, что это за программа и из чего она состоит. И, наверное, тоже были какие-то ошибки, которые вы учли с начала реализации, может быть, что-то исправляли, что-то добавляли. Ну, не могу сказать, что это были ошибки, но были, допустим, мероприятия, которые уже при разработке нового проекта не были включены в эту программу. Но, понимаете, ошибками нельзя назвать. Я думаю, что это очень огромная работа была проделана. Уникальность этой программы заключается в том, что дети получают адресную помощь. Кроме того, что проводится очень много социально значимых мероприятий для детей. Вот, допустим, за три года, первых три года, было проведено около 500 мероприятий, в которых приняло участие, каждый год принимало участие 2,5 тысячи детей. Вот, и сейчас я могу как бы подвести итоги и сказать, что, допустим, на сегодняшний день адресную помощь получило очень большое количество детей. Если хотите, я могу перечислить непосредственные мероприятия этой программы. Ну, было бы интересно. И привести какие-то вот цифры. Допустим, 226 семей получили единовременную выплату на ремонт жилых помещений, в которых проживают дети-инвалиды. То есть я считаю, что это весомая помощь и поддержка. 404 ребенка школьного возраста получили ноутбуки. 1200 детей с ограниченными возможностями участвовали в городской акции «Внимание, первоклассник». Ну, понимаете, как бы помощь оказывалась не только детям, но еще у нас вовлекались сюда учреждения. То есть 14 социальных учреждений были оборудованы пандусами. Это и школы, и центры семья. Потом, значит, у нас, знаете, какая еще была проблема? Если, допустим, не было возможности установить пандусы, но было принято решение, и оборудовалось это учреждение специальными поручнями. 700 детей у нас, выпускников общеобразовательных учреждений, получили выплаты по 10 тысяч рублей по окончании школы. Я тоже считаю, что это большая помощь и поддержка семье в наше время. Ежегодно у нас проводится фестиваль для детей с ограниченными возможностями. Это мир, в котором я живу. Более тысячи детей принимают в нем участие. 75-80 детей становятся лауреатами и получают дипломы. Этот фестиваль, я тоже считаю, что он в своем роде уникальный, потому что как не здесь детям открыться, проявить свои творческие способности, поверить в себя и получить какую-то уверенность, что да, я тоже могу, я тоже умею. Конечно же, не только дети инвалиды у нас принимают участие в фестивалях. Мы стараемся интегрировать этих детей, проводим для них и отдых, оздоровление совместно со здоровыми детьми. Приблизительно, ну сейчас, если точную цифру сказать, это 653 ребенка с ограниченными возможностями в сопровождении родителей получили путевки мать и дитя за все годы реализации программы. Я сейчас цифры называю. Из них 95 детей-колясочников традиционно у нас отдыхают в лагере «Волжский Артек», в котором созданы условия, благоприятные как раз для деток с тяжелыми двигательными нарушениями. Специально построен новый корпус, оборудован по всем нормам. Я знаю, что вот с тех пор, как в ваше видение поступил лагерь «Волжский Артек», департамент уделяет очень большое внимание ему, прям непосредственно руководители постоянно держат все это на контроле. И я этим летом была в «Волжском Артеке», разговаривала как раз. Наверное, были приятно удивлены. Во-первых, была приятно удивлена. Во-вторых, я общалась с родителями вот этих детей, которые там отдыхают. Они настолько были счастливы, рады тому, что созданы вот такие именно условия в лагере. Но это, наверное, требует большого труда и большого действительно внимания вложений. Да, труда. И, конечно же, благодаря нашему руководителю департаменту Светлана Анатольевна Найденовой, ее усилием, то есть стремлением каким-то сделать этот лагерь действительно благоприятным для отдыха не только обычных детей, но и детей с ограниченными возможностями. Вы видели, наверное, что там у нас открыт теперь бассейн? Там, мне вообще показалось, что там вот просто нет мелочей ни в чем, что касается вот этого направления семьи, о которых мы сейчас говорим. Такое ощущение, что вообще просто продумано все. Ну, старались. Ну и на самом деле, вот вы называли название фестивалем «Мир, в котором я живу». Это со стороны для человека здорового, может быть, просто звучит красиво и не более того. Для ребенка, который еще, не дай бог, не может передвигаться самостоятельно и так далее, его мир зачастую ведь ограничивается рамками вот этой квартиры, которая вокруг него. И то, что вот у него появляется такая возможность увидеть, что нет, мир-то гораздо шире. Это давно же доказано, что психологическое восприятие, вот радость жизни, оно непосредственно связано с физическим, то есть здоровье улучшается и так далее. Вот в этом году у нас прошли отборочные туры. В этом году в фестивале приняло участие 1215 детей. В настоящее время готовится сейчас заключительный концерт. Детки будут выступать, очень ждут этого выступления. Очень гордятся, что они стали победителями этого фестиваля. И, знаете, отрадно отметить, что в этом году очень много было детей с синдромом Дауна. Ну, такие уникальные выступления, такие уникальные детки. Я даже, знаете, вот сидела и радовалась. Ирина Николаевна, мы про оздоровление с вами уже заговорили. Скажите, пожалуйста, все ли семьи, имеющие ребенка-инвалида, могут рассчитывать получить путевку куда-то на оздоровление? Куда именно, каким образом, вот кому даются такие путевки? Значит, путевки даются деткам от 4 до 18 лет. До 17 лет включительно в сопровождении родителей. При условии, что ребенка установлена официальная инвалидность, ребенок проживает из регистрированной на территории городского округа Самары. Необходимо обратиться в наш департамент, обозначить себя, вот, и высказать какие-то пожелания, где бы хотели, чтобы ребенок отдохнул. А какие существуют, а как много вот этих мест? Как часто вы учитываете все эти пожелания? Нет, мы, конечно, учитываем. Во-первых, мы сразу же разгонячиваем детки, которые у нас могут заехать в то или иное учреждение по заболеваемости. Допустим, детки с сахарным диабетом, соответственно, требуют особого питания, особого режима, поэтому для них предусматривается одно. Допустим, дети, вот, колесочники, как мы уже говорили, они заезжают в Волжский, Артек у нас. Остальные детки, ну, у нас проводятся конкурсы, торги, поэтому, какой очереди выигрывается на трону типа лагеря, поэтому туда детки заезжают. А как часто может семья получить такую путевку? Один раз в два года. Если у вас какие-то вопросы остаются и по теме нашего разговора, и после того, как наш разговор закончится, наш режиссер показывает на экране номера телефонов, по которым вы можете позвонить в департамент, да, правильно я говорю? Да. Уточните любые моменты, касаемые вашего ребенка. И что касается оздоровления, это, конечно, наверное, одно из самых важных направлений для семьи с ребенком-инвалидом. Да, в этом году был уделен особый акцент, сделан именно на оздоровление детей. И в 2016 году путевки получили детей в два раза больше. То есть, если ежегодно у нас оздоравливалось приблизительно 70-80 детей, получали путевки матиться, то в этом году еще организован заезд в декабре, и 60 детей уже к тем, кто отдохнул, 78, получат еще возможность отдохнуть в санатории. Вы также сказали, что в программу входит такой пункт, как ремонт. Вот так вроде бы, ну что там ремонт? С другой стороны, опять если говорим о том, что семья-то большую часть жизни своей находится именно внутри этой квартиры, этого дома. Да, правильно вы подметили. Как раз вот большую часть своей жизни детки-инвалиды проводят в домашних условиях. И поэтому это очень важно, в каких условиях, санитарных и жилищно-потовых условиях находится, растет и развивается ребенок. Эта услуга у нас очень востребована. И мы очень рады, что администрация города предусматривает средства в размере 50 тысяч рублей для, ну может быть, пусть небольшого ремонта. Но все-таки, понимаете, да, косметический ремонт можно сделать. Именно для помещения, где проживает ребенок-инвалид. Опять же, могу подчеркнуть, что не все, конечно, семьи у нас могут воспользоваться этой услугой, но, учитывая все-таки особенности и востребованность, мы предусмотрели, что семья со среднодушевым доходом, не превышающим двукратной величины прожиточного минимума, может этим воспользоваться. Семья, которая зарегистрирована в территории городского округа Самара. Ну и все равно, давайте, наверное, будем пояснять, может быть, каждый пункт, что нужно сделать для того, чтобы получить такую выплату. Опять же, обратитесь сначала по телефону, либо прийти в наш департамент, адрес улица Некрасовская, 63. Там вы получите перечень документов, необходимые для предоставления этой выплаты. Сдадите полный пакет документов, специалист вам подробно разъяснит все критерии, все нюансы. Дальше вы соберете пакет документов и будете ждать, когда вам позвонит специалист и скажет, что подошла ваша очередь. Да, и тогда уже можно начинать планировать ремонт. Ирина Николаевна, а почему такое внимание вы уделяете? Что это вообще за направление выдачи ноутбуков детям? Ну, опять же, вернемся к теме, что действительно детки практически многие живут в своей среде, не выходя из дома. Не могут обучаться в школе. А ноутбук – это возможность, во-первых, получать дистанционное образование. Во-вторых, это, понимаете, коммуникация, то есть это общение, расширяется круг общения у ребенка. Ну, соответственно, конечно, он учится и развивается. И что здесь тоже? Это желание родителей. Каким образом можно попасть в эту направление? С детям школьного возраста. Опять же, при условии среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума. Для этого также нужно обратиться в наш департамент, получить перечень документов. Перечень документов совершенно несложный. То есть это, опять же, справка с места жительства, справка о доходах семьи и справка, подтверждающая инвалидность ребенка. Вот мы сейчас говорим о семьях с детьми инвалидами, но ведь, наверное, имеется в виду семьи не только биологические, но и приемные семьи. Таковые ведь у нас есть. Да. Отрадно отметить, что инвалидность у ребенка перестала быть барьером для принятия его в свою семью. Есть семьи у нас приемные, которые берут только детей инвалидов в свою семью. Делают вот такое вот доброе дело. Вот сейчас, естественно, среди наших зрителей кто-то скажет, ну, так они, потому что получают за это большие деньги, поэтому они это и делают. Ну, вы знаете, это совершенно небольшие деньги. Если кто так думает, вы тоже также можете прийти к нам в департамент и вам расскажем вообще условия, на которых передаются дети на воспитание в приемной семье. Это совершенно небольшие деньги. И ни разу мы не видели ни одной семьи, которая бы из коростных побуждений взяла к себе ребенка. Тем не менее, Ирина Николаевна, знаю, что вот в последний год, может быть, даже два, стало больше желающих взять в приемную семью ребенка инвалиды. И этому, наверное, тоже есть причины. То есть людям стало спокойнее в связи с чем это делать, если мы не говорим о том, что они просто хотят обогатиться. Конечно же, им стало легче, потому что и государство, и администрация города как может поддерживать эти семьи. Именно эта семья берется на особый контроль и в районных центрах семья ставится на учет и идет сопровождение этой семьи. То есть семья может обратиться за любой помощью и получить социальную поддержку по любому направлению. Если у вас в семье или в семье, может быть, ваших родственников, друзей, есть ребенок инвалид, то эта программа, безусловно, для вас. Сегодня мы говорим о мерах социальной поддержки семьям с детьми инвалидами. У нас в гостях Ирина Гриднева, руководитель управления предоставления мер социальной поддержки Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Скажите, пожалуйста, Ирина Николаевна, а вообще как много мер поддержки таким семьям существует? Потому что, очевидно, на первом месте, может быть, у многих стоит именно финансовый вопрос. Вот какие существуют выплаты и как их можно получить? Вы знаете, для того, чтобы семьи не запутывались, потому что выплаты действительно идет очень много, предусмотрено. То есть и из федерального бюджета, и из областного бюджета, меры дополнительной социальной поддержки из местного бюджета. Для того, чтобы семьи могли полностью изучить, нами ежегодно издается справочник для семей с детьми, где подробно описывается все выплаты, льготы и пособия, действующие на территории городского округа Самары. В этом справочнике есть раздел, непосредственно посвящен семьям, воспитывающим детей инвалидов. Поэтому с удовольствием, пожалуйста, эти справочники раздаются в центрах семья, в поликлиниках, в школах также могут эти справочники получить. Если вдруг где-то справочники закончились, можете обратиться в наш департамент, мы с удовольствием вам выдали этот справочник. Да, и не забудьте записать номера телефонов, которые появляются у нас на экране, для того, чтобы в случае возникновения вопросов можно было на них получить непосредственно ответы. Меня еще зацепило мое внимание, когда вы рассказывали о программе и рассказывали о этом мероприятии, как внимание первоклассника. Это ежегодная городская акция, которая проводится накануне Дня Знаний, в преддверии 1 сентября. То есть все детки, инвалиды, поступающие в первый класс, становятся участниками этой акции. Они получают наборы канцтоваров, для них проводится праздник, для них работают аниматоры. В торжественной обстановке детки получают подарки и призы. Я думаю, даже те дети, вернее, именно те дети, которые не могут передвигаться в силу особенностей здоровья, также хотят, мечтают получать образование. Обращаются ли к вам родители с помощью в этом направлении, чтобы каким-то образом порешать вопрос развития ребенка, образования ребенка? Ну, образование какого? Дополнительного образования или общего образования? Я думаю, общего в первую очередь. Ну, здесь вообще не существует никаких проблем. То есть детки с ограниченными возможностями принимаются во все школы нашего города наравне со своими сверстниками. Поэтому здесь никаких проблем не существует. А если ребенок все-таки не может ходить в школу? По поводу домашнего обучения какие существуют? Предусмотрено домашнее обучение, индивидуальное обучение. Сейчас во многих школах уже... Многие школы оборудованы пандусами, поэтому детки, которые передвигаются на колясках, также могут посещать школу. Не обязательно учиться на дому. Вы сказали, что программа «Мы разные, мы равные» продлена, да? Продлена, но она расширена. Вот мы сейчас с вами сказали о том, что есть такой пункт, как оздоровление, есть ремонт. Что еще, в принципе, может предполагать такая программа? Какую помощь могут получить еще родители? Программа была расширена, в нее были введены новые разделы. Вот, в настоящий момент, учитывая, что программа действует до 17-й год включительно, Сейчас собираются предложения от общественных организаций, также от жителей города. Пожалуйста, любой может внести свое предложение, потому что принимаются предложения до Нового года, то есть декабрь включительно. Если это будет интересное предложение, и оно получит свое экономическое обоснование, конечно же, оно будет включено в наш новый проект. Проект планируется быть разработан также на 5 лет, то есть с 18-го по 22-й год включительно. Поэтому, пожалуйста, дорогие жители, обращайтесь, если у вас есть какие-то интересные предложения, новые проекты, пожалуйста, мы ждем. А такие случаи были, когда просто предложения жителей получали жизнь непосредственно в программе? Да, при разработке программы, которая действует сейчас у нас, было учтено одно предложение от жителя города, который решил, что его ребенок должен плавать, учиться. И мы внесли в нашу программу пункт предоставления абонементов в бассейн для детей с ограниченными возможностями, где детки могли в том бассейне, где им удобно, приближенному к месту жительства, научиться плавать. То есть любой бассейн может принять таких детей или все-таки какой-то ограниченный список в городе? Нет, конечно, не любой бассейн. То есть бассейн, который оборудован, у которого есть тренеры обученные по работе с детьми инвалидами. Ну вот вы сказали, что предложения до Нового года принимаются. Давайте про Новый год немножечко все-таки хочется задать вам тоже пару вопросов. Все равно, наверное, какая-то подготовка началась. И праздник, который приближается, он для этих детей, наверное, особенно важен больше, чем для каких-либо других. Конечно же, мы уже приступили к подготовке празднования Нового года. В этом году разработан у нас план мероприятий. Будут проводиться елки для детей с ограниченными возможностями. Также будет открыта традиционно у нас елка желаний в департаменте 5 декабря. Но сейчас не хочу рассказать эти секреты, потому что на Новый год детки получат очень много приятных сюрпризов. Ирина Николаевна, по поводу елки желаний. Как правило, в общем, общеизвестно, что это в основном для детей сирот. И опять-таки общеизвестно, что это не очень полезно детям-сиротам. В том смысле, что бесконечные подарки на Новый год имеют отрицательное свое воздействие. А вот дети, которые живут в семьях, дети-инвалиды, вот здесь немножечко другая ситуация. Получается, что они тоже включены вот в этот проект в елку желаний? Да, да. Эти дедки тоже участвуют в этой акции. Тоже могут повесить свою открыточку с пожеланием. И сказочный Дед Мороз, сказочный персонаж, исполнит это желание. Ну, вы знаете, как бы у нас еще предусмотрено, конечно, поздравление на дому тех деток, которые не выходят из дома. Но, опять же, не хочу раскрывать пока всех секретов. Ну, а если не раскрывать секретов, вот эту информацию, которую родителям стоит все-таки сейчас услышать еще до Нового года, что они могут успеть сделать для своего ребенка? Может быть, не все в курсе. Если вдруг существуют такие семьи, о которых мы еще не знаем, пожалуйста, на институте города в каждом районе работают центры семья. Если вы не состоите на учете в этом центре, заявите о себе. Потому что, конечно, мы работаем по заявительному принципу. Если мы не знаем о семье, она себе не заявила, конечно же, мы не найдем эту семью. Потому что существует закон о персональных данных. И пенсионный фонд статистика нам передает только цифры. Таким образом, есть еще немножко времени. И если вдруг кто-то действительно понял сейчас, что нет, а вас не знают, но вы есть, ваш ребенок тоже должен получить подарки, должен получить помощь, обратитесь, пожалуйста, в департамент. Время еще есть. Ирина Николаевна, спасибо большое за то, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо вам. С нашими зрителями прощаемся и увидимся в городе С. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»